Мне кажется, уже в Украине пора сделать какой-то такой квест. Вот серьёзно, сейчас это такая спонтанная мысль. Причём такой прям бизнес-идея, Ярослав. Как мы заработаем на революцию? Короче, я всё придумала. Значит, мы с тобой делаем квест «Добро пожаловать в Республику Беларусь». Для всех желающих. Причём не музей, понимаешь? Не музей, где висят вот эти фоточки, плакатики, ещё чего-то. Это не работает. Ума зрительная ни хрена не работает. Именно квест. Для того, чтобы человек прошёл всё. Начиная от восторга. То есть вот он заходит, и его как погрузить в эту атмосферу, и с ним тоже сделать, чтобы он... Блин, это же класс, это же правда страна мечты. И провести через всё. Только надо в самом начале брать расписку. Что если получишь дубины по хребту, то даёшь согласие прямо сейчас. Да, это часть, да, это часть квеста. Это часть квеста, понимаешь? А потом... Короче, слушай, я всё придумал. Да, смотри, идея, да? То есть помнишь, в Друзьяненька есть такой парк, где свезли все эти фигурки, да? Да-да-да, со советского. А я подобная вот когда-то вот очень... Идея такая была схожая, у меня как-то превратить минский ЦУМ или ГУМ вот именно в такой музей, да, чтобы люди понимали... Да, я помню, ты говорил. Как это вот? Это вот то же самое, что ты говоришь. То есть просто взять ещё элементы некой общения там... Это музей, а я сейчас говорю прямо о погружении, и чтобы и дубиной по хребту в нужный момент, понимаешь? Чтобы вот этот ОМОНыш, да, который... Вот всё это чем заканчивается? Чем заканчивается выигрыш в монополию? Таня, я бы вот всех тех молодёжи университетскую Запада вот в этот квест обязательно бы вводил, потому что у них нет никакого представления, что такое тоталитаризм, что такое современная illiberal democracy, то есть когда вот этот министермин такой, они сказали, вот есть либеральная демократия, есть нелиберальная демократия и liberal democracy. Это когда ты условно кого-то избираешь там, да, но это на самом деле имитация демократии, вот это самое, нелиберальная демократия. Ты понимаешь, в чём дело, что вот тем студентам в Америке, которые говорят, что надо отдать Израиль Хамасу, вот им тоже такой квест нужен, только им расписку перед входом пожёстче надо давать, то вина уже в другом месте будет. Нет, понимаешь, когда вот они, потому что у них это государство, это вот свой комьюнити, глобальное там, глобальное там общественное благо, люди настолько оторвались от действительности, что они не понимают, что в каком мире мы живём, да, и поэтому вот такой квест делает, знаешь, словно разный уровень, Таня, вот для людей там нашего там мира, да, вот такой квест, а для тех, которые пожёстче хотят, хардкор какой-нибудь, пожалуйста, вот тебе там, расистский, вот тебе для квест китайский, вот тебе квест севернокорейский, то есть с разных уровней. Ради Бога, ради Бога. Знаешь, как вот горнолыжная есть, есть там горка для детей, горка там такая, а есть чёрная гора. Да, чёрная трасса. Чёрная трасса. Вот чёрная трасса для особо убеждённых там сторонников коммунизма, марксизма и прочего. Испытай всю гамму ощущений. А после этого можно на семинар к нам, для того, чтобы мы разъяснили, почему именно так они... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok